У района Теренколь большой потенциал для развития, подчеркнул глава региона Абылка Ирскаков. Аким Павлодарской области принял участие в отчетной встрече Акима района Теренколь Ярнура Айткенова. В прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства района Теренколь превысил 25 миллиардов тенге. В рамках проекта АУ Ельбесыгэ на 331 миллион тенге были профинансированы 16 проектов по благоустройству в селе Теренколь. Есть планы и на 2020 год. Строительство водопровода и водопроводное сооружение в селе Хазылтан. Второе. Строительство крытого хоккейного корта в селе Теренколь. Третье. Средний ремонт автодороги Песчаная и Львовка протяженностью 27,8 километров. Строительство линии электропередач по лугому твердобытовых отходов в селе Теренколь с установкой оборудования для переработки твердобытовых отходов. Пятое. Строительство инженерных сетей, горошаемым участком крестьянской хозяйствы Шаров в селе Береговой в Береговском сельском округе. На отчетной встрече жители задавали интересующие их вопросы, на которые ответили и глава региона, и Аким района. На протяжении нескольких лет нами, жителями села Кументьевка, поднимается вопрос о застоянии повезной дороги к селу. На сегодняшний день проектно-смертную документацию мы сделали на 37 миллионов тенге, да, Маденки? 37 миллионов тенге, да? На 37 миллионов тенге сделали. В этом году будем изыскивать финансовые средства для ремонта этой дороги. Аким области Абылкаир Скаков отметил, что решения по насущным проблемам района будут приниматься совместно с жителями. В районе из 25 школ 20 являются малокомплектными. 10 из них не соответствуют нормативам. Мы будем искать оптимальные решения данного вопроса совместно с Министерством образования и науки. Остро строить проблема Жанокрововской, Первомайской, Интолинской, Осмирижской, Зеленорощинских школах. Такие же проблемы удаленности школ от населенных пунктов Клеубайской и Фрументьевских школах. На отдельном контроле вопросы оказания медицинских услуг и в целом качества и доступности медицины. Объем инвестиций в основной капитал АПК района Теренколь вырос в два раза. В целом инвестиции в основной капитал района достигли 7,7 миллиарда тенге. Надо также использовать географическое положение района, граничащего с двумя регионами России, отметил Аким области. Надо использовать приграничный потенциал района и другие возможности инфраструктуры и логистику. Там, где инвестор вкладывает собственные деньги, мы будем направлять бюджетные средства на создание новой инфраструктуры и ремонт существующей. Аким области подчеркнул, что потенциал района Теренколь обязательно будет развиваться. Планируется провести отдельное совещание по этому вопросу и разработать программу развития территорий. Мурадь поможет и это сакварат из района Теренколь.